Доска почета это база пиломатериалов, на которой можно приобрести в любых количествах все от рейки до строганных изделий из дерева, а также крепежи, антисептики и другие сопутствующие материалы. Доска почета, телефон 555-525. Рискуют провалиться на кировских водоемах. Школьники большими компаниями гуляют по тонкому льду. Видимо, первый опасный лед в этом году стал привлекать внимание не только рыбаков. Во многих районах города дети массово вышли на городские пруды. Спасатели бьют тревогу, несмотря на заморозки. Выходить на такой лед пока еще очень опасно. В выходные уже произошел первый инцидент. Гуляя по неокрепшему льду, на водоеме Влингасова под воду провалилась девушка, что побудило ее выйти на еще очень хрупкий лед, пока непонятно. Говорит, что вышла погулять. Слава богу, глубина была небольшой. Выбраться из воды ей помогли очевидцы. Девушка получила переохлаждение. Трагичнее могли закончиться выходы детей на кировские водоемы. В социальных сетях в эти выходные было много фотографий и видео, на которых школьники гуляют по прудам в озерках, на улице Солнечной и у Матрограда. Спасатели предупреждают, в первую очередь родители, что такие прогулки опасны для жизни. Лед на водоемах еще очень тонкий. Тонкий лед ежегодно становится причиной гибели и несчастных случаев на водных объектах. Особенно детей, которые гуляют без присмотра взрослых по водным объектам, а также рыбаков, которые рыбачат по первой ледку. А лед в это время года еще не крепший и не прочный. Тем не менее, кировские рыбаки уже начали хвастать уловом. Многие рискуют и уже выходят на лед в поисках рыбы. Сейчас на реках и озерах лед еще не сформировался. Прочным он считается, когда толщина достигает более 10 сантиметров. Только тогда выходить на поверхность для рыбаков считается безопасным. Редактор субтитров А.Семкин